Всем привет! Сегодня я хочу вам продемонстрировать очень простую в своем изготовлении самоделку, но довольно нужную, практичную, эффективную в работе, которая себя оправдает от ценовой категории. И я больше чем уверен, пригодится на 99% каждому самодельщику. Что для нее понадобится? Головка на 12 граней и головка на 6 граней. Сразу скажу, где взять очень дешевые, либо практически бесплатные головки. Вот как вы видите, у меня они советские, старые, ржавые. На пункте приема металлолома, если хорошенько поискать, походить, можно всегда найти рожковые ключи и головки. То есть цена металла колеблется от 25 рублей за килограмм. Получается вот за две эти головки, которые весят, грубо говоря, грамм 200, я отдал там 5 рублей. Согласитесь, что это практически даром. С этим вопросом мы разобрались. Дальше что понадобится? Вот такая вот шпилька на 12, будет она укорачиваться еще. Дальше шпилька с резьбой М10, далее две гайки на М12 и две гайки М10. Начнем с головки шестигранной. Размер вот этой головки, в принципе, не имеет значения. Это вы поймете по ходу видео. Сразу все карты перед вами я раскрывать не буду, но советую смотреть без перемотки. Итак, берем маркер и вот здесь между гранями делаем разметку. Вот таким вот образом. Затем вот с этой стороны теперь с края продлеваем примерно на 5 миллиметров. Можно по линеечке, но я делаю на глаз. После того, как сделали вот такую вот разметочку, что мы делаем дальше? Берем вот снизу вот этого края, вот отсюда до сюда проводим вот такую линию. Теперь следующее, то же самое. Итак, соединяем всю разметку вокруг нашей головки. Получаются вот такие вот зубья, которые нужно с помощью болгарки выпилить. Эту головку отложим в сторону пока. И теперь с 12-ти гранами проделаем то же самое. Также между гранями делаем разметку, как на шестигранной головке. На 5 миллиметров опускаемся и начинаем рисовать вот такие вот зубья. Большая просьба те, кто уже догадался, что это получится, нажать на паузу и написать в комментариях. И потом мы узнаем, верна ли ваша догадка или нет. Но я приступаю к следующему шагу изготовления сегодняшней интересной самоделки. Намеченные головки уберем в сторону, займемся шпильками. То есть вот одну шпильку я уже отрезал. Также нужно отрезать кусок второй шпильки примерно такой же длины. Кстати, длина в принципе произвольная, но у меня она составляет около 100 миллиметров. Сначала делаем поперечные распилы. Далее нужно произвести распил по разметке сверху вниз, то есть наискосок. Должно получиться примерно вот так. Получаем вот такую вот интересную форму корончатого свела. Проще говоря, это будет коронка по металлу. Это получается из шестигранной головки. Также сейчас выпилим из двенадцатигранной. А затем уже будем тестировать и проверять, как они работают. Продолжение следует... Главное в этом деле отцентровать вот эту вот часть. Вот и все, господа самодельщики, получилось. Две классные коронки по металлу. Я уверен, что у большинства самодельщиков валяются старые советские головки. Теперь их нужно прихватить в нескольких местах сваркой, чтобы болты не откручивались во время сверления. Ну а сейчас переходим к тестам. Сначала попробуем просверлить ДВП толщиной 5 миллиметров. С помощью сверла делаем центрующие отверстия. Сначала будем проверять шестигранное сверло, изготовленное из головки. То есть без проблем просверлило. Дальше будем пробовать металл сверлить 2 миллиметровый. Дальше будем пробовать металла. Получилось ровное отверстие Правда патрон кривой Купил дрель в светофоре, друзья, за 700 чем-то рублей Не покупайте редко с НГ Так, ну теперь будем пробовать вторую коронку из головки Шестигранную Кстати, замерим Наружный диаметр 36 Ну и внутренний Также 36 Все четко Вот и подошел ролик к концу Хочу сказать вам, что идея изготовления коронок из обычной головки вполне довольно-таки годная Единственное, у меня не хватило времени полностью их потестировать На разной толщине металла Подливать маслице, на разных оборотах сверлить Нужно срочно было смонтировать и залить видео на YouTube Так как поджимало время У меня, как вы знаете, ролики выходят строго по пятницам Вот поэтому как-то так получилось Напишите ваше мнение, что вы думаете по поводу вот такой вот самоделки Мне это будет очень важно услышать Всем хочу сказать огромное спасибо за просмотр Если хотите, можете подписаться на мой канал Нажать на колокольчик под видео Чтобы не пропустить выход следующего ролика с интересными самоделками От себя хочу пожелать Всем добра, удачи, успехов Берегите себя Всем пока-пока